Перевозите людей. Неужели нельзя накинуть? Здесь целый день с маской. Раздражение у меня. Ситуация с коронавирусом в крае не улучшается. Общественный транспорт остается одним из самых опасных мест, где инфекция распространяется молниеносно. В таких местах нужно особенно тщательно следить за своей безопасностью. Для этого в городе до сих пор действует масочный режим. Его никто не отменял. И администрация города регулярно проводит рейды, чтобы напомнить жителям о необходимости носить маски. Водителей автобусов и маршруток ежедневно обеспечивают средствами индивидуальной защиты. Но, как выяснилось в ходе очередной проверки, в большинстве случаев они ими не пользуются. Почему, объясните, вы органы дыхания не защищаете своим? Потому что я дважды уже вакцинировал. Ну, согласно этого постановления, вы как работник общественного транспорта обязаны носить органы защиты дыхания. Постановление все должны в автобусе носить маски. Правила для всех. Они же распространяются и на пассажиров. С ними комитет гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций проводит профилактические беседы. Однако на призывы носить маски некоторые горожане почему-то реагируют агрессивно. И не умничайте сидите. А я не умничаю. Поймите, в день вот такой автобус один уезжает на кладбище. По 40 человек в крае умирает. Я прививку сделала. Дальше что? И по 500 человек в больницу увозят. Это 10 таких автобусов уезжают в больницу. К водителям требования жестче. Они должны не только постоянно быть в маске, но также иметь при себе график дезинфекции, антисептики и предупреждающие знаки, которые гласят, что проезд без масок запрещен. В противном случае перевозчикам грозит штраф. По результатам нашей работы будут составляться протоколы административного правонарушения, соответствующие статьей 26.1. После этого данные материалы будут направляться в суды для принятия решения о применении мер административного воздействия. Либо это будут штрафы, либо предупреждения для тех, кто впервые нарушил. Штрафы идут на юридических лиц, на индивидуальных предпринимателей. За то, что они обеспечили своими подчиненными соблюдение масочного режима. С начала месяца составлено уже более 30 протоколов. На объекты общепита, торговли и транспорта в том числе. Маски, аксессуары весьма неудобны. Но это вынужденная мера. На войне все средства хороши. И мы должны всеми способами попытаться побороть пандемию. Дарья Семеренко, Вячеслав Юшкевич, АТВ Ставрополь.